Вкусное, а главное целебное блюдо Съем которое мы не только получим вкусовые ощущения Но также увеличим жизненный потенциал организма Укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов Близ ответы на ваши комментарии Самоизоляция дыхания как-то вас затронула Даже мне порекомендала Наталья Астапишина посмотреть видос до конца Я так гляну сначала, что это такое Привет всем! А сегодня мы посмотрим Кровь после дыхательных практик сенсации От двух дыхательных практик Направленных на увеличение углекислого газа в крови Сейчас кровь в средней густоты Хорошо, это мы посмотрим Средней густоты Если говорить о густоте крови То можно так сказать На нее конечно действует Ну помимо дыхания Дыхание, да? Питание То есть питание у нас в основном Это крахмалистый клей, белковый клей Сахар сушит кровь Жиры ее сгущают То есть поменьше вот этих продуктов И что касается крови Будет нормальное Нормальное Так, это так Отвлечение Иван, ну почему так мало людей? И это хорошо Потому что слишком много Надо тогда отвечать на ваши комментарии Так, опять Наталья Астапишина Очень полезный канал Наша кровь под микроскопом Очень полезная информация Не возражаю Так, у меня тут закончилась Одна штука Геннадий Петрович, как здорово у вас получается? Это саморезоляция вверх А противопоказаний этому упражнению нет? Ну Противопоказанием это будет, знаете Общее ослабление организма Когда там суставы там болят Еще там что-то такое То есть человек просто-напросто Может себя раструсить Вообще упражнение очень Такое Требует и сил И гибкости Не так-то просто сделать Чтобы пятки именно стучали Понимаете? Вот нога должна как бы назад Эти расслабленные Так Хлестать буквально-таки По пяткам Вот Елизар Аушев говорит Что противопоказанием Это будет геморрой Насчет уринотерапии Мариам спрашивает Уважаемый доктор А можно умываться Когда на лице много орудинок Я бы не советовал Вообще Если на лице много орудинок Не загорать особо Не Что-то такое делать Далее Она же спрашивает Моча помогает От веснушек и морщин Я думаю В какой-то степени В какой-то степени Возможно она и помогает Но Лично мы поверили То, что кожу делает Лучше Это однозначно Потому что Лучшего средства Для нашей кожи Очень трудно Сыскать Это проверено Перепроверено И Ну так Чтобы наносить на лицо В основном Я помню Это Хорошо сказывается На ступних ног Когда делают компрессы На ступни ног Вот их смазывают Далее Если человек делает Массаж С его тела руками Ладони рук Становятся Такие Отличные Вот А так Надо понимать Что вообще-то Моча Подсушивает Тело Поэтому Если у вас Морщины Возникают От старости То Вроде бы На какой-то момент Она может Вот Их кожу Сделать Такое Как бы сказать Помоложе Она будет Красивее Выглядит Но Дальше Дальше Последующее действие Это будет То Что оно Будет Подсушивать Поэтому Поэтому Лучше всего На пятки Про керосин Точно бабушка Мне сказала Ангину Лечила Сразу Прошло Значит Виора На Утро Сода Сода Завтра Делает Такой Комментарий Разве Крутой Кипяток Нужен Лично Я Соду Гошу Так Кипятком Можно Там Лимонным Соком Можно Еще Чем-то Там Кислым Но Исходя Из Того Что я Имею Я Это Делаю Так Можно Возможно И по-другому Ирина Кон У меня есть Ваши Книги Но Никак Не могу Найти Рецепт Избавления От Кальцида В Организме А Вот Голод Выводит Повышенный Кальцид Из Организма Вопрос Да Голод В любом Случа Действует Очень Как бы Избирательно Он Оставляет То Чего Мало И То Чего Много То есть Он Как раз Способствует Тому Что Равняет Выравнивает Внутреннюю Среду И вообще Все параметры Организма По Самым Как бы Сказать Идеальным Которые Нужны Для нашей Жизнедеятельности Поэтому Голод Будет Все Там Гнать Выводить Арсан Бек Геннадий А что Посоветовать Книгу Друзья К Почитать Он рекомендует Подкислать Организм Ну Знаете Вот Насчет Подшелачивания И подкисления Говорят И так И вот так Но Оказывается В чем Дело В том Что наш Организм Вот эти Вот ПАЖ Внутренней Среды Она довольно Таким Как бы Сказать Коридорчик Маленький Колебаться Там В кислую Или в какую-то Там Сторону То есть Очень Маленький Этот Коридорчик В котором Наш Организм Действует Наиболее Лучше Он ее Держит Можно Сказать Всеми Средствами Там Специальные И системы Такие Буферные И в крови И в плазме И в дыхании И очень много То есть Он ее держит И смещение В любую сторону Как в кислую Так в щелочном Рассматривается Как Отклонение От Вот этого Гомеостаза Наиболее Будем говорить Полезного Состояния Для нашего здоровья Поэтому Мы будем Если там Направлено Что-то там Ощелачивающее Есть Он все равно Будет держать Норму Мы будем Что-то подкисляющее Есть Он будет все равно Держать Свою норму Вот тут Вот эти Все вещи Как-то Они Оказываются Не это Не работают Так как Вот Людям хочется Я Почелачиваю Организм Я Подкисляю Свой организм Нет Организм Держит одно и то же А вот Что касается Продуктов Питания То Вот надо Потреблять Те продукты Питания Которые Нам Даны Природой Так называемое Видовое питание Вот Что важно И чтобы это были Естественные продукты Питания А вот Когда вот это Подкисление И подшелачивание Это Уже Не то Понимаете И вот Вот этим Подкислением И подшелачиванием Запутали людей Они вот это вот Задают эти вопросы Насчет Значит Вообще Друзяка Я Как раз Вот ответил Я в свое время Не книгу читал А его Просто Высказывание О воде О его Собственном Опыте Применения Воды Талой воды Запомните Талая вода Это та вода В которой Плавает лед Как только Лед растаял Это уже не талая вода Она уже не работает Вы не думаете Что там она там Растаяла Это талая вода Нет Именно вот такая В которой Плавает лед Так вот Я эту водичку Применил И Будем говорить Убедился Что она работает Тем более Я применил На голоде Когда понимаете Ничего я там не ел И сколько там Ну и дней Наверное 5 Где-то там Голод длился То есть Я насухо Потом с сухого Перешел на На воду И как раз Я ее принимал И вот Понадобилась всего лишь Навсего Где-то Неделя Может чуть там больше Применение талой воды Для того Чтобы Я не думал Что там допустим У меня песоточек Там в почках Есть или еще что-то Что произошло Вот это там Дробление И потом был выход То есть Вот здесь Да Вот здесь Работает А насчет того Что подкислят Организм Я уже вам сказал Так Татьяна Звук Ом Это из юги Действительно Очень хорошее упражнение Для легких Проверено И вот я Как раз Я делал Несколько раз Для того Как бы Привести Вот эти Вот Связки Звучание В соответствующее Состояние Чтобы они Выдали Соответствующие Вибрации Ом Чтобы это все Плавно Переходило И чтобы вы Почувствовали Вот насколько Там Связки Работ Насколько идет Звучание И какой Звук В конце концов Получается Красивый Это что-то Такое Даже Близко К Горловому Пению Очень Интересная Вещь Я немножко Так попробовал Получалось Так Такой звук Так Жан Садель Здравствуйте Петрович Снимите пожалуйста Видео на тему Что есть Дома на карантине Ведь многие Постоянно сидят Дома Причем Что есть Чтобы полезно И чтобы не потолстеть Ведь Отличного веса Сложнее потом И сосудами Сердца И суставом Опять же Как часто есть И на какие продукты Лучше делать упор Спасибо Вот смотрите Вот здесь Я бы Жан Посоветовал Одно Это Просто Уменьшить Количество Потреблянной Пищи Примерно На одну четвертую Потому что Делать нечего Сидим Дома В основном Едим Вот Знаете Когда хочется Жевать Чтобы у вас Под рукой Были какие-то Такие продукты Типа Яблок Типа Морковки Так вот Чистые Чтобы вы знаете Вот захотелось Жевать Это карас Это яблоко Зарызли Морковку Там Зарызли И как бы сказать Вам Это Перебило Голод А в основном Ешьте то Что вы привыкли То есть Когда мы Что-то меняем Организм Начинает Не совсем Хорошо Реагировать На Вот эти Все изменения Ешьте то К чему Вы привыкли Но Где-то На одну пятую На одну четвертую Меньше Меньше Постарайтесь Вот это Все дело Делать Но Сейчас Будут Овощи Появляться Естественно Как бы сказать Наше питание Должно Больше Сейчас Измениться В сторону Овощного То есть Больше На салатики Чтобы не потолстеть Это будет И полезно И не потолстеть Причем Делайте Салата Много Большую Миску Салата Можете Сделать Я вот там Как-то Рассказывал Салат С той же Капусты Просто Капусточку Порезали Ручками Помяли Там Немножечко Морковки Допустим Туда Потерли Или Яблочко Там Нарезали Тоже Туда Морковку Я даже Сделал Только С одной Капустой В свое Время Большая Миска Капусты Чтобы дать Объем Желудку Чтобы не Хотелось Есть Туда Я Выкладывал Такой Майонез Желток Яйца Столовая Ложка Меда Столовая Ложка Растительного Масла Подсолнечного Все это Перемешивал Поливал И получалось Знаете Вот Необыкновенно Вкусное Блюдо И именно Салата Капусты Вот Я эту Капусту Раз Съел И знаете И сытно И хорошо И объем И полезно По всем Параметрам То есть Можете На вот эту Капусточку Налегать Не потолстеете Потому что Именно Все Диетологи Которые Работают Закончили На том Что Салат Из капусты Вот Далее Цельные Каши Минимум Масла Поменьше Поменьше Сахара Поменьше Жира Потому что Эти Вещества Как раз И делают Наши Сосуды Забивают И Сушат Организм Кстати Вот Сахар Что удивительно Ну вот И все То есть Как часто Есть Как обычно Вы едите Захотелось Есть Заранее Чтобы у вас Были Допустим Яблоки Такие Зимние сорта Сладенькие Лично я так Поступаю Одно Два Съел И отлично Вот Салат Из капусты Каша Или пловчик Отличная вещь Так что Упор делается Сдвигается Ваше питание В сторону Салатов Сейчас Чтобы у вас Уже где-то Примерно 50-60 Процентов Были салаты В мае И июне Это уже будет Можно 70 процентов Чтобы салаты Были Остальное Там каша Картофель Там молодой Там Кто там Мясо Не без того Яйца Ну и нормально Вот примерно И все Что я хотел Так сказать Потому что На эту тему Можно конечно Делать отдельную Ну вот так вот Кратко И кстати И смотрите Мою Целебную кулинарию Сейчас как раз Для вас Вот это вот Время Пересмотреть Мою Вот эту серию Передач О целебной кулинарии И там Я все объясняю И про салаты И про соки И про эти завтраки И про прорушую Пшеницу Вы там найдете Все нужное Полезное Для того Чтобы Так сказать Не просто есть Вот важно Не просто есть И Давиться Чтобы Это полезно А вот это надо съесть А надо так Приготовить Чтобы это было Полезно И вкусно И тогда Это войдет Ваш быт И вы будете Вы будете Его применять Так Дальше поехали Благодарю Идея Насколько Вы готовы Ее слушать Чтобы Чтобы Знаете Знание Которое Мы вроде бы Знали Узнали А потом Со временем Что-то новое 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 Мы забываем А на самом деле То старое Проверенное Действует Отлично И вот Когда я Тоже Березу Там Вам Читал И еще Там Другие Знаете Я Опять Повторяю Свои Собственные Знания И Начну Их Опять Применять Потому что Ну Все Что надо Для здоровья Уже Как правило Было Придумано Проверено Обкатано А вот Знаете Вот хочется Что-то новенькое Хочется Новенькое Приходят Новые люди Новые там Специалисты Что-то там Придумывают И так далее Но Ну Ну Не то Как вот В данном случае Что-то там Они думали Думали с вирусом И в конце концов Придумали Мойте руки Вот это да Так А народная медицина Давным-давно Палынь Деготь Так Самоизоляция Бех Ив Ан Видео Понравилось Не то Слово И лайк И колокольчик И земное уважение Дай Бог Вселенское здоровье Всем нам Вот Для того Чтобы Всем нам было интересно Как-то канал Так сказать Ставьте Ставьте Вот эти Колокольчики Вот эти Звоните Там В лайки Там Распространяйте По соц. Сетям Вот То что Вам возможно Делайте Ольга Камп Тоди Кларк Это Придумали И Также И Допустим Можете Придумать Там Еще Как Я удивляюсь Вашим Способностям Здоровьем Долголетия Это Там И Дудю И Играю И так далее Ну вот Я Так сказать Сделал Блиц Ответ На Ваши Комментарии Своими Комментариями Сегодня Я занимался Изодинамической Гимнастикой Сейчас Как раз Вот это Обработалось Видео Сейчас Я его Первым Запущу Потом Вот это Запущу И Вы посмотрите Мои Так сказать Прибавки Во всех Трех упражнениях Которые Я делал В наилучшей Наиболее Усваиваемой Форме Они Жизненно Необходимы Каждому Человеку Данный Сок Содержит Органическую Воду Что Чрезвычайно Важно Для Восстановления В жаркое Время Года На прощание Мне бы Хотелось Сказать Пусть Жизнь Ваша Будет Радостной А кулинария Обязательно Целебной Доброго Здоровица До свидания Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахо Про Доброго Здоровица И до новых встреч Вы знаете Что я автор Многочисленных книг По естественному Оздоровлению Организма Если вас Какие-то книги Заинтересуют И вы хотите Их приобрести Пожалуйста Обращайтесь ко мне На мою электронную почту Цены вас Приятно Удивят Плюс Моя бесплатная Библиотека Всегда Открыта Для вас